Книга «Открытым оком», вопрос 401, тема «Святая Библия». Что значит слова? Матфея, 17 глава, 12 стих. «Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, и поступили с ним, как хотели, так и сын человеческий пострадает от них». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «О пришествии и возвращении Ильи на землю говорили только пророк Малахия». Малахий, 4 глава, 5 стих. «Вот я пошлю к вам Илью Пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». Это был один из основных признаков пришествия Господа. Равинские школы в толковании шли от ощупью. Истинного прозрения, просветления не было. Занимались казуистикой мелочным толкованием предписаний закона об очищении. Не случайно так пристально следили фарисеи за Христом, обвиняя его в нарушении субботы. «Если бы весь Израиль соблюл без единого нарушения две субботы подряд, то Искупитель неименуемый явится», – учили они. На общем фоне бездуховности и преобладало стремление к национальной независимости. Дух патриотизма, монархизма – это не новое явление, и мучаются и сегодня многие. Истинные пророки, исполненные Духом Божьим, не боялись ни пленения, ни разорения храма, ни расстрела царя и его семейства. Они парили над суетностью и амбициозностью ура патриотов. Не имея откровений и прямой связи с Богом, придворные пророки и местно чтимые святые изощрялись в перетолковании снов, откровений. Иеремия, 23 глава, 25 стих. Рассказывает его, как сон, а у которого и мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у Мякиной с чистым зерном? – говорит Господь. Слово мое не подобно ли огню? – говорит Господь. И не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, – говорит Господь, – которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, – говорит Господь, – которые действуют своим языком, а говорят, – он сказал. Вот я на пророков, – ложных снов, – говорит Господь, – которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщениями, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, – говорит Господь. На этом фоне трескотни и измышления лжепророчеств, обольщающих Святой Израиль, учение о пришествии Илии выглядело весьма значительной вехой, легко запоминающим событием. Немаловажно то, что этот грозный пророк, его житие, сохранилось почти без цензурных купюр. Народ любил его как заступника, как карающую десницу Божию против власть придержащих, особенно во времена римского владычества и угнетения. В ожидании мессии избавители от иностранных захватчиков с надеждой взирали на все выделяющиеся личности. В толковании раввинов личность грядущего мессии была полностью извращена. Ничего духовного и предшествующих пророчеств в ней не осталось. В нем видели вождя, избавители от оккупантов, ревнители и исполнители закона. Исполнители закона. Матфея 15.1. Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи. Самые знатные раввины и книжники из Иерусалима специально командировались на Иерудан к Иоанну Крестителю, чтобы узнать, действительно ли он мессия. Образ Моисея, избавителя от египетского рабства, стоял перед ними. И обещание Моисея, что Бог снова пошлет им такого же защитника, как он, не давало умереть и погаснуться национальному чувству богоизбранности. Второй законе 18 глава 15 стих. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, возыгнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. И это единственное пророчество пустило глубокие корни в национальном чувстве иудеев. Их богоизбранность должна подтвердиться зримо с пришествием двойника Моисея. Кто он будет? В раввинской школе учили, что это будет неведомый пророк, но не сам искупитель. Поэтому они и вопрошали, ты ли пророк, то есть тот единственный пророк Христос? Иоанн Крестец отвечает, нет, ибо вопрос стоял не просто о пророке, а о том единственном. Фигура пророка Ильи присутствовала в рассказах, молитвах, сказаниях и легендах, подобие Николы Чудотворца у русских. Матфея 27 глава 49 стих. А другие говорили, постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его. По преданию евреев, отец Ильи, Савах, видел однажды, как младенца Ильи, ангелы пеленали огненным покрывалом и кормили огнем. Вопрос учеников не был случайным. В школе раввинов основным предохранителем от заблуждений в принятии мессии стоял образ Ильи. Малахи 4.5 без всякой двусмысленности указывал на Илью, как на предчечу помазанника Божия. И когда Господь совершил чудо с хлебами, накормив голодных, народ решил, что это Он и есть. И Иоанна 6.15. И Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один. Смущало только одно – учение книжников о предчече пришествия вождя. Матфея 17.9. И спросили его, ученики его, как же книжники говорят, что Илья надлежит прийти прежде. Иссория с этим вопросом повторяется не однажды. Когда в 131-132 годах сикарии кинжальщики, народные мстители Израиля, подняли восстание во главе с Бар-Кохбой, сразу же на повестке дня стал вопрос – а где же предтечи? И для утверждения авторитета Писания таковым был предвзглашен раби Акибии. Это же повторится и в пришествии Антихриста. Он обязательно явится в ореоле истинности исполнения пророчеств о его пришествии при наличии предтечи лже-пророка. Трудность истолкования пророчества Малахии заключалась в том, что Бог совершенно скрыл от людей два пришествия Христа. И поэтому в школах всегда говорилось только об одном славном, которое приравнилось к тихим каплям дождя. Псалом 71-6 Он сойдет, как дождь, на скошенный лук, как капля, орошающая землю. Пророчество Малахии говорит, Малахий 4-5 Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением дня Господня, великого и страшного. Великий и страшный день – это второе пришествие Иисуса Христа для совершения страшного суда. Иоанн Креститель – это не Илья, это совершенно другая личность и с другим телом, другой душой, но в духе и силе Ильи. Вот их сходственные моменты. Тот и другой пустынники, грозный опличитель царей и знати. Оба страдают от женщины, иезавель, а второй – от эрадиады. Речи обоих переполнены самыми гневными словами против церковных учителей и лже-пророков. Иоанн Претеча I пришествия Христа. Илья II Мало кто знает об обличительных письмах пророка Ильи. Второе прилипоминовано, 21-12 И пришло к нему письмо от Ильи пророка, в котором было сказано «Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путями Иосафата, отца твоего и путями Асы царя Иудейского». Так, начало письма. Быть может, и от Иоанна Крестителя были такого же содержания письма царю Ироду.